Всем королевский битвенный привет! Это инфакт на 100 геймеров. Как гром среди ясного неба, на нас обрушился батл-рояль от Electronic Arts. И даже не Battlefield, а Titanfall. Правда, без непосредственно огромных титанов. Однако формально он является частью этой вселенной. Речь про Apex Legends. В основе своей это знакомая каждому королевская битва. Десантируешься голожопым бомжом, собираешь лут, убиваешь врагов, бегаешь от сжимающегося кольца смерти в безопасную зону, побеждает последний выживший. Точнее, последняя команда. Шутер рассчитан на пати из трех человек. Интересности начинаются с героев, а-ля легенд. Они здесь делятся на условные классы и обладают индивидуальными наборами умений. От граплин-хука до авиаударов и всякой паранормальной чертовщины в духе создания телепортов для всей команды. Характеристики, типа скорости передвижения, запаса здоровья и так далее, у всех легенд одинаковые. Транспорта, кстати, нет. В числе прочих, менее фундаментальных отличительных черт, можно выделить дружелюбный аркадный интерфейс. То есть вместо спортивного ориентирования на местность типа Азимута, можно просто пометить точку, о которой идет речь. И видно ее будет не только на миникарте, но и прямо на экране. И даже валяющиеся шмотки можно обозначить, чтобы союзники сразу же увидели подробную информацию о луте. Также отличается механика смерти. Раненого товарища можно поднять, как и в других роялях. Но в отличие от них, если союзника добилен, то его все равно можно воскресить, отнеся его знамя к специальному маяку возрождения. Реснится он, если что, опять же, голожопым бомжом без лута. Ну и наконец, Epic Legends уже доступна на ПК, PS4 и Хуане. Доступна бесплатно. А за донат, по словам разработчиков, продается лишь косметика. Все мы с набитыми попкорном ртами наблюдали за конфликтом Анджея Сапковского и CD Projekt Red. Ну, может и не все, на это я приукрасил. Тем, кто не наблюдал, напомню. Польский писатель, создавший вселенную Ведьмака, начал некоторое время назад трясти со своих земляков-разработчиков кругленькую сумму в 16 лямов долларов. Аргументируя это тем, что изначальный контракт на создание видеоигры по мотивам касался лишь первой части серии. А наглая CD PR начала клепать игру за игрой и рубить капусту в промышленных масштабах. Если что, за ту самую сделку Сапковский получил чуть меньше 10 тысяч долларов. Разработчики, в свою очередь, с предъявой не согласились. Заявили, что права приобрели легально и ответили Анджею цитатой книжного Геральта, адресованной Джину. Это я снова приукрасил, но суть та же. Платить они отказались. Теперь же, если верить порталу... Пульс Бизнесу, простите мой польский, CD PR и Сапковский все же пришли к соглашению и писатель компенсацию получит. Однако, далеко не такую огромную, как 16 лимонов вечноамериканских. Конкретная сумма не уточняется. CD Projekt пошла на сделку, чтобы поддержать хорошие отношения с автором книг и выразить свое признание его работам. Рекламная пауза, товарищи. PlayStation Plus в феврале снова раздает годноту. Подписчики сервиса уже сегодня смогут утянуть себе в библиотеку Hitman, ту, которая 2016 года, которая успешно перезапустила серию и перезагрузила формат, за что и получила высокие оценки как от игроков, так и от прессы. Пользователи PlayStation смогут погонять лысого киллера по всем локациям сезона. А фанатам PvP за руб Sony подготовила средневековую For Honor. Весьма скиллозависимый файтинг в полноценном 3D, с уникальными бойцами, представляющими различные фракции, классы... Да чё я вам рассказываю, будто вы сами не знаете, чё это зверь такой. Главное, что получить эти игры по подписке, это на несколько тысяч рублей дешевле, чем купить напрямую. Меж тем, с 7 февраля для подписчиков PS Plus будет расширено облачное хранилище, аж в 10 раз. С 10 гигабайт до сотни. А значит, в 10 раз больше места для хранения в аккаунте игр, прогресса по ним, и всевозможных футажей с фрагами, и скриншотов из фоторежима. Ну и, наконец, подарок для поклонников танковых замесов World of Tanks. Бесплатное снаряжение для немецких танков и экипажей для юзеров PS Plus. Три дня премиума и по дюжине больших римкомплектов, больших аптечек, автоматических огнетушителей и, омномном, плиток шоколада. Ссылка с подробностями в описании. Две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Creative Assembly работает над шутером от первого лица. Да. Собственно, мы ничего про этот шутер не знаем, так что она, скорее, нейтральная. Известно лишь, что режиссер Нил Бломком посетил головной офис студии и его посвятили в процесс разработки. Плохая новость, хотя тоже кому как, конечно. Это игра по новой интеллектуальной собственности. Фанаты чужих, и в частности Alien Isolation, созданной как раз силами Creative Assembly, так и не дождались никакого многообещающего анонса продолжения. Одни мобилки кругом, ей-богу. В противовес могу поделиться капелькой жизнеутверждающих известий. Rise to Ruins — градостроительный симулятор, созданный одним человеком — Реймондом Дойером, и в данный момент запущенный в раннем доступе Steam. Оценки, кстати, весьма высокие — 90% положительных отзывов. Последний год разработчик ввел страницу на Патреоне, сервисе, через который заинтересованные юзеры регулярно жертвуют копеечку создателям контента. А после запуска игры Реймонд решил закрыть свой Патреон, и более того, возместить пожертвованные суммы людям, поддержавшим его, в двукратном размере. Rise to Ruins начала приносить автору достаточно бабла, чтобы отмести необходимость в краудфандинге. Суммы во всем этом параде обоюдоострой щедрости относительно невелики — тысячи долларов, даже не десятки. Но сам жест вдохновляет. Плюс все последующие дополнения для игры будут бесплатными. В Steam она стоит 250 рублей, а до 12 февраля действует еще и 50% скидка. До многих из вас уже наверняка донеслись резкие слова одного из сотрудников 4A Games о том, что с таким отношением игроков к стимовско-эпиковским магазинным переворотам следующая часть метро если и выйдет, то уж точно не на ПК. Студия официально опровергла эту позицию. Слова разработчика не более чем бугурт, вызванный общественным негодованием. Сама 4A Games, кстати, похоже, тоже не в восторге от решения издателя отказаться от Стима. Но подробнее об этом вы можете узнать из анонимного интервью с одним из сотрудников компании по ссылке в описании. Оно слишком объемное, чтобы озвучивать его здесь, но достаточно интересное, чтобы почитать самостоятельно. Там о том, как шла разработка исхода, и как вообще работает в киевском офисе. Спойлер-алерт — хорошо работает. Даже кранчи под пивко проходят. Кроме того, у нас на сайте вы можете ознакомиться со свежими рецензиями на Battlefleet Gothic Armada 2 и на Unruly Heroes. Ссылки в описании. До встречи на StockGamer.ru. Покедова. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...